Два года назад в Брестских библиотеках начали устанавливаться полки для буккроссинга. Сам проект зародился в США в 2001 году по инициативе специалиста по интернет-технологиям американца Рона Хонбеккера. О такой форме обслуживания читателей в городе над Буком впервые заговорили в стенах Брестской областной научно-технической библиотеки. Тогда-то сотрудники и решились опробовать эксперимент. За время работы через стены этого храма литературы прошла не одна тысяча экземпляров. У нас, собственно говоря, сейчас уже целый стеллаж, вы видите. Но и за это время книг, конечно, поменялось, у нас сменилось очень много. Вот буквально на днях стоял двухтомник Булгакова, включая мастер Маргариту, сегодня его уже нет. Вслед за коллегами из научно-технической сферы инициативу приняли в Брестской областной библиотеке имени Горького. Сначала это был небольшой журнальный столик, а сейчас целый стеллаж. На полках литература самых разных жанров, самых разных писателей мира. Как рассказывает Валентина Вирчик, главной библиотекарь Горьковки, Букроссингом сегодня этот процесс обмена книгами назвать сложно, так как для участия необходимо регистрировать книжный экземпляр на специальном сайте. Скорее, это можно назвать новым направлением свободной библиотеки, суть которого состоит в том, что любой читатель может принести книгу, не регистрируя ее, а потом вернуть, отдать кому-то, почитать или вообще оставить себе. Такой формой работы довольны как работники библиотеки, так и сами читатели. Выставка имеет успех. Приходит к нам читатель, и он зачастую первым делом, даже если он взял книги на нашем абонементе или лет в читальном зале, обращается сюда, на нашу выставку. Здесь мы выставляем классики зарубежные, русские, советские классики, детективы, приключения, какая-то специальная литература, которая попадает нам сюда. Прекраснейшее начинание. Всем истинным любителям книги советую приходить в областную библиотеку и брать книжки из брускроссинга. Очень полезное начинание. Пускай она зародилась где-то там далеко, на западе, но я думаю, что у нас привьется. Это очень интересно. Недавно к инициативе свободных библиотек подключился и Брестский лицей номер один имени Пушкина. Многие лицеисты уже заметили появившуюся безопасную полку в фойе первого этажа. Ребята уверены, что идея букроссинга приживется в учреждении образования. Литература на стеллажах свободной библиотеки самая разная. От произведений русских и зарубежных классиков до старых учебников по предметам, которые помогают лицеистам в подготовке к олимпиадам и централизованному тестированию. Проект в учебном заведении существует всего несколько недель. Пока прогнозы только положительные. Молодые люди уверены, что по их примеру к инициативе подключатся представители школ и гимназий города. Тем более читать сегодня модно. У нас подвиг когда-то еще в прошлом году текст по английскому языку в нашем учебнике, в котором рассказывалось про то, как такое движение зарождалось в Европе, в Америке, и как оно начало зарождаться у нас в Беларуси. Хотелось бы надеяться, что оно будет принимать больше читателей. И хочется надеяться, что будут сюда приходить, брать книги не только на урок, но и почитать в свободное от учебы время.